Вот крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области России. В ночь на 10 мая его атаковали беспилотники. На объекте произошло пять мощных взрывов, в результате которых возник масштабный пожар. По предварительной информации удалось поразить установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101. Производственная мощность, переработка 1,2 миллиона тонн в год. А также три цистерны с дизельным горючим и одну цистерну с мазутом. Сотрудник спецслужб Украины в анонимном комментарии изданию «Громадский». НПЗ расположен неподалеку от Калуги. Там занимаются переработкой товарной нефти и газоконденсата и атакуют его не впервые. Предыдущий удар был нанесен 15 марта 2024 года. 9 мая дрон атаковал предприятие «Салаватнефтью Оргсинтез» в Башкорокостане. На заводе, принадлежащему «Газпрому», начался пожар. В ту же ночь беспилотники ударили по нефтебазе «Тэмп» в Краснодарском крае. Там повреждены резервуары. Вон, ребята, горит. Седьмой прилет. Черная полоса в истории российской нефтеперерабатывающей отрасли длится уже не первый месяц. По состоянию на конец марта 2024 атаками уничтожили около 14% мощностей. Это вынудило правительство страны-агрессоров ввести 6-месячный запрет на экспорт бензина и даже начать его импортировать. Не секрет, что на всех предприятиях, которые были атакованы, существует по нескольку установок первичной переработки нефти. И если выведена из строя одна из них, то вторая, третья вполне могут продолжать производство. Но если судить по суммарным потерям, непосредственно потерям, которые исчисляются в годовом, по году, то эти потери уже по состоянию на сегодня составляют 31 миллион тонн по перерабатываемому сырью. После атак беспилотниками по НПЗ российские нефтяные компании испытывают серьезные трудности с ремонтом. Они не могут купить необходимые комплектующие, поскольку корпорации, которые обслуживали НПЗ, ушли из России. А приобрести нужное оборудование за рубежом не позволяют западные санкции. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сейчас делают то, чего не смог добиться режим санкций, не ставя под угрозу глобальное энергоснабжение и не повышая цены, атаки съедают доходы России и ограничивают ее способность перерабатывать сырую нефть в виде топлива, необходимой для работы танков и самолетов. Пока украинские силы избегают ударов по нефтепроводам или крупным терминалам от грузки сырой нефти, они могут поддерживать этот баланс. Из публикации издания Foreign Affairs. Нефтебаз и терминалов в России немало, и в вопросе атак на НПЗ огромные российские территории Москве не на руку. В СРФ просто не смогут прикрыть предприятия от дальнейших ударов с воздуха. В таком случае дефицит в России может коснуться не только бензина, но и других нефтепродуктов, а это затронет многие области промышленности. Валерия Никивелова для телеканала Freedom.